Я сейчас снимаю Уже снимает? Да Ну всё, отлично Блюдо от шеф-повара Остальное не умеет ничего, хотя Ну ещё картошку варить Яйца от шеф-повара Да, яйца от шеф-повара Газ от Миллера, да? Да, от Миллера Миллеру откаты не предлагать Так Ну что, сегодня у нас в гостях Сегодня у нас в гостях Я в гостях Планета дзюдо плавно перелетела В кузницу Айкидо В кузницу Айкидо Помашем привет Влад Макаров Ну, я Роман Карасьев Многие меня уже знают по видеозарисовкам И сегодня мы, да, у Влада Макарова Это его кузница Айкидо На ланчи, да, приглашай На ланчи и на баньку Банька, да Вот Банька наша, все Мы Включили камеру и начали заикаться Да, начали заикаться Но на самом деле нет На самом деле Ехал к Владу и Слушал радио И такая идея у меня возникла Слушай радио Субботние Субботние разговоры О боевых искусств И о разном Да Опыт у нас небольшой Как Сто лет на двоих На меня Стоп, да Как рыбаки Преувеличивают Почти 75 лет Практически юбилей Да Ну Кто Кто не знает Влада Макарова Ну кто ж его не знает, да? В районе, да На самом деле Хочу сразу сказать, что Влад Макаров Человек, который Знаете, можно заниматься айкидо А можно вот прям вот идти Жить им, да? Вот Влад Макаров Один из тех людей Да Даже несмотря на то Что Айкидо Порой даже это не замечает Нет, нет Как оно Гордиться Героем Ну мы будем разговаривать, что Лишнее мы вырежем Скажем так Что лишнее обрежем Да Ну попробуем Я не знаю Я конечно никогда ничего не вырезаю Да Вдруг как ножик держит Да Да Ну что Давай вот так Разрежем И И Вот так пополадай Да И вот так Опа Вот Вот этот Кусочек Самое важное в ножике Ну его острота конечно А движение ножиком это Крест Вот крест наше все То есть обязательно когда мы режем Ну Ну Желательно режем вот так Ну крест он может быть Такой А может быть Да Наискосок Ну он же крест просто перевернут еще И укол И кстати сегодня мы вот опробуем новые тарелочки Из китайской коробочки И японской Да Из шкафчика И палочками И яичницу палочками Я никогда не ел Ну хочешь вилку дам? Ну попробуем подожди Да ну нафига зачем Ну показали что у нас есть палочки Вилки тоже есть Не Влад с палочками можно яичницу есть Да можно Можно и руками просто есть Есть захочешь Да Ммм 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 И хлеба еще Да Это хорошо Хлеба Виталий этот Сундаков Он говорит что Каждая нация Определенные Вот допустим в Африке они бананы едят Мы тоже едим бананы А наши еды хлеб Поэтому даже Если пугает Что будешь на хлебе и воде Это наоборот Даже Очень полезно Да Согласен Да Неплохо Получилось Яичница Да На Я кстати сегодня Вот я тебе начал рассказывать О книжке Которую мне презентовал Мой приятель старый Владимир Сидоров Который Мастер Цигун Как превращаться В дракона Мы сегодня Немножко Победил дракона Сам драконом стал Да Давай Это какая книжка Да Я делал кстати Видео интервью С ним Давай Поиграем в игру Номер называй Номер странички Да Давай 55 Блин А почему 55 Я бы тоже назвал А я открыл на 55 Видите с первого раза 55 и давай ну пятая строчка Раз Два Три Четыре Пять Нет это абзац Да это действительно так У человека есть функции Адаптированные к различным процессам Так вот Самая главная функция Для которой мы идеально адаптированы В отличии от животных Это ходьба Даже не спринтерский бег А наоборот Медленные движения Которые совершаются Очень долго и эффективно И при этом Затрачивается минимум ресурсов Если мы это делаем Хорошо Мы здоровы Если не делаем Болеем Итак Ходите ребята Да Движение Жизнь Входите Что хочу сказать Вот там Мне очень понравилась Одна идея В этой книге И я ее кстати На своих занятиях Буквально вчера А я напрягаюсь Да Мне надо какую-то сложность Расслась Я на своих занятиях Вчера Попробовал эту идею Идея заключается Не идея а мысль Четыре человека Первый человек Он Сделав что-то Садится Закрывает глаза И все это В голове Все это Картинку Что он сделал Представляет Визуализирует В сознании Ему не надо ничего Не рассказывать Не писать Ничего нет Он просто вот Сделал Сел И Второй человек Сделал И он И забыл Нет Он рассказывает об этом Он Он Рассказчик То есть он сделал И потом он Как сам себе Как сам себе Рассказывает Что он сделал Третий человек После того как он что-то сделал Он это записывает Так Так называем Так называемый Каллиграфией занимается Записывает А Четвертый человек После того как он что-то сделал Он это Зарисовывает Схематически Образы Схематически Зарисовывает Он Он это Не в сознании Образы Не в разговоре Он рассказывает Не записывает А именно Рисует Схемы Схемы Нет Я вчера на занятиях С учеником Я ему Мы сделали Почти всю тренировку провели А потом мы так сели Я говорю А теперь смотри Теперь закрой глаза И мы посидим так молча Но не просто так посидим А ты всю Все занятия Все упражнения Ты в голове у себя Ее Прокрути Как кино Да Посмотри что было Как ты Ощущения твои И так далее Тяжело Это я с ребенком делал Ребенку 7 лет Мы сели Сидим Ну я тоже конечно Вовлечен в это действие Я начал Соответственно А со стороны Кажется что бездельники Да? Да Со стороны Конечно Если бы зашел кто-то Ну новенький Он бы так подумал Да Вот это крутое занятие Сиди себе Сюда есть такие Пришли Никаких бросков Никто никого не ломает Не втыкает головой Сидят пыхтяны Потом Потом Мы так посидели А потом Ну что представил Получилось представить Ну так Получилось А я говорю А теперь Расскажи мне всю тренировку Расскажи мне ее Что ты делал Как ты делал Как твои ощущения Расскажи мне Здесь Начались Маленькие Ну Словарный запас Словарный запас И так далее Речевые модули Мне слово Я вставлю Речевые модули Я не дошел до Этапа Третьего и четвертого Человека Где надо записать Это все А потом схематически Изобразить Но На самом деле Я понял Что это Очень и очень Эффективный Метод Дополнения вообще Учебного занятия Любого Любой практики боевых искусств Вообще Супер Любого действия нашего Что бы мы не делали Вот мы можем Вот поесть И помыть за собой А можем После того Как помыли Сесть просто В тишине Посидеть И все Что мы поели Вкус Иногда же мы Вкусы не замечаем Бежим куда-то Вообще На самом деле Мы неправильно делаем Есть такая поговорка Когда я ем Я глухо нем Почему Потому что Когда мы разговариваем Сейчас И едим У нас не концентрируется Внимание на питании На еде У меня концентрируется Да? Конечно Ну я еще просто Это стереотип Я еще просто Такой массив Ты полон стереотипов Да? Ну как тебе идея Давай Скажи свои мысли Вот четыре человека Вот таких А что я так и делаю Ну Это Они Мне тоже надо понять Что не четыре разных человека А четыре метода Структурирования информации Вот так слово Подобрал какое Мудреное Вот и все Как бы А сейчас вот Слово мне нравится Безобразное То есть Без образа Скажем так То есть Детей должны учить Образами Образ Образ какой-то И раньше так и делала Если там Птица нарисована Такая вот Тень какая-то Это птица Это не птица Это рисунок птицы Там скажем так Вот Ну уточнение А кто-то Вот нормальная птица Сейчас вот все дома сидят Допустим И мир проходит вот здесь Да Вот так вот Чук Там проходит он И здесь Мало кто чувствует На что Как Ноги опираются На что руки опираются Нет Это Супер Ага Я тебе так скажу Говорит Мы что-то неправильно делаем Меня так научили Говорит Я что делаю Неправильно Ты делаешь Говорит Как тренер сказал Говорит Тренер Давайте Где будет разбор над ошибками Мы не ошибаемся То есть Если ты мертвый Ты ошибся А если ты еще живой Значит ты В жизни прошел путь И не очень сильно ошибался Или ошибки были не такие критические Вот ты сказал Вот ты сказал Учимся на образах И раньше было Да Мне сейчас понравилось Знаешь что мы сейчас делаем Что Я сейчас помню Я периодически на ютуб канале Смотрю Такие Блогера Ширвинд Ты знаешь такой кто Ширвинд Да Известный я Актер А это его сын Он блогер Он снимает вот такие же видео Как мы сейчас снимаем Людям это интересно Только он снимает Знаешь с кем С кем Это мне яичница Да Он снимает Вот сейчас там с собой К нему в гости приезжают Там разные Тоже видные деятели искусства К отцу к его приезжают И вот они садятся Тоже что-то едят Там иногда даже водочки выпьют Это не водка Это мы для Для чай Для чай Вот Что хочу сказать И мы вот так вот Сейчас вот похоже у нас Формат Формат съемки То есть мы сидим Но хочу сказать что Интернет не выложим Интернет не выложим А может и выложим Ну в общем идея в том Что мы после еды Немножко Мы выйдем еще на улицу И Я Владу звонил И сказал Давай Влад Сделаем некоторые занятия С тобой сегодня на улице Показать что все таки практиковать Можно не только в зале А нет Ну тут я то А? Практиковать надо Не то чтобы не только в зале А всегда То есть тогда будет у тебя В практике не Два часа в неделю Скажем так А Шестнадцать часов в день То есть ну Мы опять вернулись К осознанности Что мы едим Что мы делаем Как мы говорим Как мы думаем То есть Где мы живем И следующий вопрос Зачем живем Извечный вопрос Для чего Влад Вот ты мне скажи Сейчас ситуация такая Да? В мире Ну Зачем нам думать? Нет Я просто хочу сказать Вот как ты думаешь Почему Тренируешь да? Ребят Детей Тебе кто нибудь звонил Говорил там Учитель А как вот мы сейчас Столько дней без тренировок Ну только взрослые Да Говорили Взрослые Да Только взрослые Дети нет? Нет То есть Детям еще сознание Они не понимают Что Ну пока дети А за них Родители решают А родители Соответственно Если они не занимаются Они то не понимают Да Ну такая ловушка Что им делать? Ну Главное Начни с себя Я до тренера позвонил Как он там Жив здоров Жив здоров Жив здоров У меня хороший тренер У меня Роман Подоел Я теперь ее Спать в ней буду Париться нет А что выложим Надо число А то скажут Карантин Нельзя перемещаться Там будет число Мне штраф пришел сегодня На 5 тысяч рублей За то что я без Но без регистрации В интернете Без QR-кода Выехал Ну давайте Не Это что ума и было Это что ума и было Дожили да? Не Я тоже Ну У меня есть тоже Определенные правила Да Вот тут все там Там Над носами В обуви нельзя Там Ну какие то определенные правила Но я не То есть Если человек их не соблюдает Я не караю Финансово Я ему объясняю Рассказываю Я ему Говорю Как лучше Ну лучше личным примером Да всегда Как вот Ну а что идея Идея Карать Карать деньгами Но у меня нет денег Тогда у тебя есть имущество Да А если у тебя нет имущества Тогда у тебя есть органы Ты же спортсмен Да Ну тогда и тюрьма Да Такая грустная тема Начали да Заздравить Мы живым Мы говорим о боевых искусствах И о разном И о разном Да Ну вот видишь О разном А разное все Все в голове Да у всех На полтора месяца Посадили всех И никто не знает Чем бы себя занять Скажем так А нам хорошо Кто-то Ну Главное чем-то заниматься Да Нет Ну главное в режиме быть Вот и все Режим это как в армии Самое основное Режим Я согласен Если есть режим Режим тренировок Мне Ну как Для нас это вот аксиомы Да уже Сколько там лет говоришь А как добиться результата А что для этого дать Да ничего не надо Нужно регулярно И постоянно Все Если какой-то Выпадает То путь удлиняется Или становится совсем невозможным Вот и все Скажем так Так же вот А вот эти инструменты там Кто-то Кто-то Образами Кто-то Кто-то Как Кто-то Кто-то Схемы там Скематические изображат Но если это делать Опять фундамент такой регулярно постоянно то будет счастье несчастье счастье конечно словно это я загнул конечно будет результат так кипятка сейчас я по ухаживаю с тобой а на весу до так заварку нужно просто воды и кстати просто воды тоже хорошо обязательно пить я прям довольна и за есть химию пирожные белочка потом помоем кто-нибудь потом тоже очень хорошо лучше делать сразу блин никакого потом а мы сделаем то сразу но после того как мы потом это уже мыть начал говоришь применяй давай рассказывай я слушаю а вообще отходить от правил как ты думаешь это нормально ну допустим ты практикуешь каждый день в один день ты не стал практиковать а потом опять или это не то нет тут дело в циклах уже понимаешь даже тренировки два раза в неделю для просто человека для поддержания формы это очень хорошо и иногда каждый день это тоже не хорошо то есть понятие хорошо но но не то что относительно ром поясню если взять кто-то захотел научиться бегать и решил бы я буду бегать в 6 утра каждую каждый день правильно он бегает один день два три и все и салпотом и как вот ешов михаил он начал потихоньку и довел это уже и по 20 километров бегает и по 5 часов понимаешь но он же справился как это баланс нужен вот вот я чего хотел сказать баланс между но вопрос я переформулировал не не хорошо не плохо не заниматься не каждый день не пропускать а именно вот баланс если он соблюдается все все развивается если он не соблюдается то то разрушается ты скажи а айкидо как технология помогает в жизни в балансе были балансе зачем тебе вообще это айкидо ну мы уберем вопрос потому что ты как бы зарабатываешь на этом а мне понравился анекдот почему вы стали тренером карате я просто любил бить детей это не наш случай как но мне нравилось что в айкидо можно целый час что-то двигаться и не повторяться но в виду тоже также можно но в зудо там идет прерывание такое то есть но айкидо можно также исполнять бросок совершился прервался скажем так но это почему возвращаемся к правилам то есть есть вот как ты говоришь можно дзюдо просто практиковать как как путь да можно как соревновательное дзюдо можно как прикладное дзюдо использовать и все три случая все три разные подход разные тренировки должны быть скажем так и не надо это путать мне анекдот тоже понравился мальчик занимающийся дзюдо при встрече с хулиганами успел только поклониться не просто как бы что-то успел поклониться дзюдо там и мы же кланяемся но в принципе по жизни если айкидошники они больше на улице потенциальные жертвы чем дзюдоисты мне тоже подход так